еврозона возвращаясь назад к теме по поводу замороженных российских средств и как это все будет идти есть главный противник во всем этом как то ни странно это европейский центральный банк и конечно евро валюта она вышла когда на рынок и вообще когда появилась это был такой противовес доллару грамотно продумала было было политика чтобы стабилизировать вначале курс был абсолютно неимоверно занижен потом стабилизировался как-то и все эти события которые связаны с евро валютой это европа считала своим таким путем в будущее появление еврозоны я имею ввиду сейчас не свою программу я имею ввиду сейчас евро валюту это был шаг по укреплению на самом деле брюссельской власти как-то странно не звучит и вот это объединение валют она забрала национальную политику и до сегодняшнего дня и итальянцы греки живя со своими там у них же там валюта очень странная была там десятки сотни тысяч этих драхм лир но тем не менее национальные банки сами собой руководили и отдать жесточайшие руки европейского центрального банка свою национально валютную политику это было шагом я так скажу который многие не понимали не осмысливали и конечно же это саг не не было смысла на уровне референдумов бурных дискуссий в открытом пространстве когда специалисты говорят насколько это хорошо и насколько это плохо это было предложение какое предложение что вот вы вступаете в еврозону и у вас стабильно будет из еврозоны вот четко контролируется и инвестиции которые будут привлекаться именно в стабильную еврозону они намного интереснее чем вы все время девальвируете национальные валюты с вашей инфляцией контролируемой это старая модель а у нас будет новая модель это новая модель держалась и сейчас в мире финансов в мире бирж в мире в мире рассуждения экономического будущего евросоюза постоянно говорят об одном и том же что евровалюта добилась того что она стала инвестиционной валюты но как только решат европейцы в своей политической истерии что рубль нужно рубануть я имею ввиду инвестиции россии полностью отобрать ограбить то в этот момент евровалюта рухнет как такова и самые такие за горизонтом видимые линии о них мало говорят в европе но я не побоюсь об этом сказать это может привести к разрушению вообще евро валюты потому что какая-нибудь страна возьмет и выйдет например италия скажет очень хорошо но мы вот посчитали подумали греция между прочим тоже может выйти потому что вот этот жесткий контроль инфляции с брюсселя им совсем не нравится и ну это будет означать крах евро валюты переосмысление потому что кто будет инвестировать в центр в котором все разбегаются я напомню например поляки не потеряли свою ориентированность но но вот сегодня уже туск вспоминал дело в том что туск может привести жечь посполитную к тому что злота исчезнет и будет тоже евро валюта от него этого можно ожидать он такой человек вот ставлю точку на активах и на туске и хочу перейти к теме я думаю все в курсе все понимают сегодня была атака ирана на израиль как европейцы к этому относятся ну мгновенно знаете вот это свойственно иногда долго молчать долго долго молчать созваниваться внутри чтобы помощники решали что там тот скажет а мы вместе мы не вместе тут мгновенная реакция все но это не теракт на территории российской федерации поэтому не надо ждать методичку можно выступить евросоюз осуждает атаку ирана на израиль заявил шеф европейской дипломатии жозе баррель решительно есть осуждает неприемлемое нападение ирана на израиль это беспрецедентная эскалации серьезная угроза региональной безопасности написал он у себя на страничке в соцсети x что я могу сказать господин баррель но все мы прекрасно знаем насчет сада и прочих да не дорогой мой это ни в коем случае не региональная безопасность если честно то сегодня разгон был очень сильный в соцсетях насколько сильно и кто как будет отвечать может ли это привести к третьей мировой войны начала ли это третья мировой войны об этом сильно было поэтому я допускаю конечно же теневые переговоры очень сильный контакт между совбезами глобальных игроков их на самом деле на планете раз два три китай сша россия все и допускаю мысли это было бы правильно передавать определенные четкие сигналы я понимаю почему об этом не надо говорить так громко и вслух что и как решается чего судьба но все друг друга попредупреждали и когда баррель говорит это о региональной безопасности я так понимаю что там в брюсселе где сидит баррель открыли большое нефтяное поле месторождение точно так же как и газовое месторождение и у них запасы дизеля бензина газа на ближайшие там 50 лет а также они смогли установить ветряки и солнечные батареи так что им тоже вообще ничего не грозит ну ну сказал я то в принципе экономический удар который по всему миру может пройтись это не шутки и тогда мир разделиться на государства которые имеют свои ресурсы и которые эти ресурсы покупают соответственно испуг который в евросоюзе что это может произойти он достаточно силен и экономисты говорят о кризисе о том что нужно максимально пробовать урегулировать чтобы не было кто первый начал потом владимир это прозвучало значит глоток кофе совсем небольшая пауза буквально несколько секунд вернемся в эфир и скоро вести fm это прекрасно техническую паузу вот дорогие радиослушатели вы знаете я к ней очень хорошо и положительно отношусь когда вот уходят регионы я не к этому хорошо отношусь я к этому моменту глоток кофе это для меня теплый кофе для меня это важный момент это прям уже знаете как вот если нет еврозоны а все равно кофе захочется но это так это в частном порядке вам рассказал тайну на регионы всегда могут услышать на финальный фрагмент часа в архиве программ значит брюсселе назвали атаку ирана на израиль беспрецедентной эскалации и серьезные угрозы действие тегерана осудил также британский пример и глава анмида франции то есть все зашевелились вот яс решительно осуждает я не помню вот честное слово есть решительно осуждал что израиль в принципе дипломатическое здание разбомбил весь что-то не помню там что-то там тревожность какую-то вызывали озабоченность но никто ничего не осуждал это не двусторонний ни в коем случае такая интересная позиция где двойной стандарт не это один стандарт есть свои есть чужие один стандарт и все вот значит по поводу эскалации по поводу того что у сула фон де лайн сказала борели я уже процитировал значит урсула фон де лайн я призываю ран его приспешников немедленно прекратить эти атаки какой стиль какой слоган иран его приспешников ну что у сула фон де лайн вот внешняя политика евросоюза а также вообще главная политика евросоюза это постоянные страхи и я могу сказать что на самом деле главный человек сейчас в евросоюзе по событиям связанным израильско-палестинского конфликта теперь можно говорить о ранней стадии ирана израильского конфликта мы не знаем как израиль будет реагировать иран заявил все-таки о том что не будет продолжать удары возмездия но вы знаете мое глубокое убеждение что сейчас главный человек в евросоюзе это даже не главный человек это главные люди скорее вот так нужно сказать это все-таки министры внутренних дел министры внутренних дел которые действительно должны очень напрячься ситуация не шутение на территории евросоюза пару миллионов людей которые готовы и британию это тоже касается которые готовы не просто выйти на мирные демонстрации а которые если будет экзистенциальная угроза жизни их семей на ближнем востоке тогда это будет совсем другое это будет неконтролируемый хаос пока что так узнать как все под контролем и вот это вот все под контролем демонстрации там разгон некоторых демонстраций разгон некоторых мероприятий как в берлине вчера об этом говорил через два часа после начала закончилось мероприятие которое должно было по итогу на самом деле выдать документ кстати я где-то поддерживаю разгон этой вот этого мероприятия потому что там слова звучат такие ну смерть евреям это жесткач я считаю вообще нужно возбуждать моментальное уголовное дело и прямо там в зале арестовывать этих людей но вот эти люди которые собирали организационные вопросы решали они даже журналистов не пропускали там один-два журналисты могли в зал войти притом они не понимают ни арабского языка то есть языки рабочие которые на конференции не понимают а обязательствам вести на немецком этого не было и провокаторов много было то есть там ситуация так скажу она настолько нехорошая что нужно в этом разбираться получительным стеклом и какие-то выводы так поспешно делать тоже нельзя если требовать от правительства европейского союза осуждения они давали осуждение израиля за кто-то задержки давал кто-то призывал к миру кто-то вызывал там обеспокоенность на дипломатическом языке это вообще неимоверно это чудо там что барель например там призывал израиль к чему-то высказывал что-то но на самом деле понятно что европа стоит на стороне израиля это понятно и дискуссия свелась вот здесь очень интересно дорогие радиослушатели не к тому хорошо ли это или плохо нет дискуссия израильско-палестинского конфликта сводится именно к разговору о безопасности к тому что как нужно распределять участие военных кто посылает корабли чтобы охранять например информация о том что иран захватил контейнеровоз который израильский кто будет охранять корабли насколько иран действительно сможет сделать так что судоходство будет абсолютно небезопасным на это нужно выделять средства а евросоюз выработал такую политику очень странную что если завтра в евросоюзе это уже было например наводнение в германии когда там за пару часов больше ста человек погибло и если вдруг какая-то катастрофа природная у евросоюза денег вот там в загашнике откуда нужно их вытащить когда такие происходят катаклизмы на самом деле очень мало и евросоюз еще не выплатил до конца то что должен зато наводнение потому что евросоюз финансирует войну на украине это четко притом точечно финансирует распределив по странам евросоюза глобально финансирует закрепляя что-то и соответственно когда разговор идет о том что гарантированные поставки там нефти гарантированные поставки сушки газ и на северной африке берут сжиженный газ гарантированные поставки из китая груз идет на две недели больше если он будет огибать африку с юга то все это сказывается к тому что европа замерла страхи они боятся они не знают что произойдет дальше и они никак не влияют на эту ситуацию еврозона а